Рок и судьба Это одно и то же или есть же Какая-то разница в этих словах Тогда давай в ответку я Пинг-понговский шарик на твою сторону переброшу А у тебя какие представления о Роке и судьбе? Что это такое? Сначала для меня это было Одно и то же, это такой бегемот Гиппопотам Это вроде бы И то, и то, а в одном Потом Это громко сказано Где-то, наверное, с год назад я начал задумываться А может, все-таки это разные понятия И слово Рок у меня Вот есть слово Урок, школьные уроки И слово Рок Мне показалось похожим Похожими эти слова, что Корень Рок это как раз Тех уроков, которые нам преподают И возможно Как раз Рок связан С какими-то заданиями на жизнь Которые Мы от них не отвертимся Они нам придут И в определенное время Мы будем сидеть в определенном Так сказать, классе С определенным окружением И изучать то или иное качество Ту или иную ситуацию Ну вот это Что касательно Рока Что касательно судебы Я предполагал, что это Суд Бога Суд Богов Такое как бы Слово, состоящее как бы из двух слов И я сильно не задумался Что там Ба вроде Судьба Не судьба А уже Не так давно Буквально вчера Один человек Чем-то похожий на тебя Он мне Новую версию сказал И теперь я В раздумье Чего же означает Судьба И чего же означает Рок И что же Человек С большими ушами Сказал тебе Ну получается Что Судьба Это Возможность В зависимости от того Когда ты живешь Правильно Распоряжаться Своей жизнью В больших пределах То есть Свобода выбора А вот Именно Рок Это действительно Если правильно понял Это действительно Задание На жизнь Которое Ну сколько взял Столько получше То есть ты от них Не убежишь Не отверстишься Не зря говорят Как этот Сорок Ну вот как-то Так Понятно Тебе ответить как Быстренько В двух словах И закрыть передачу Или Помучаемся Немножко Давай минут Хотя бы на 10 Чего-нибудь Такое запишем Чтобы Получилось Более-менее Подробно Чтобы не просто Так пришли Посидели Да Чтобы хотя бы Чашечку чаю Спили выпить Ну хорошо Давай тогда Средний вариант И не коротко И не быстро Ты очень точно Отметил Что Рок Очень связано Со словом Урок Потому что Урок Это то что Находится по Року Рядом с роком Урока А судьба Это то что Дается Человеку Исходя Из прошлой жизни То есть то что Кармическое может быть И сюда же Рок Вписан И то что Происходит Сейчас Здесь И то что будет Происходить дальше Исходя из того Как пройдены уроки То есть Судьба Это Такая Направленность Которая может Право-влево Чуть-чуть Двигаться Может Чуть-чуть Быть изменена Скорректирована Исходя из того Какие уроки Ты проходишь И самое главное Как ты их проходишь Но Судьба Не может Отменить Самого урока А вот Рок Это то что Тебе необходимо В этой жизни Пройти И если ты С первого раза Не проходишь Экзамен То тебя Как нерадивого Ученика Отправляют На повторные Испытания Дают тебе Какую-то возможность Какое-то время Для того Чтобы ты Подготовился Заново То есть Раздают тебе Волшебные Пендали Раскладывают Грабли Ловушки И так далее То что тебе Необходимо В твоем Ну наверное На твоем пути Становления себя Подготовки К новому Уроку Вернее К новой Сдачи Экзамена То что Урок Будет Тоже Вернее Рок Будет Тот же Самый И второй Раз Тебе Дается Возможность Этот урок Пройти Сдать Экзамен Если Опять Ты Не проходишь То в этом Случае Граблей Прибавляется Волшебных Пендалей Прилетает Еще Больше И Ты Подходишь Более Отягощенный К сдаче Экзамена Естественно Что судьба Которая Была Изначально Выстроена Из точки А В точку Б Было Понятно Вот отсюда Цент прийти Она уже Два Раза Как минимум Скорректировалась Понятно Что Ты должен С точки А В точку Б Прийти Но только Движения Судьбы Они уже Несколько Измененные Стали Потому что Ты дошел До промежуточного Пункта Оттуда Как пинг-понговый Шарик Отлетел Покрутился Повертелся По людям Походил Уму-разуму Набрался И с новыми Шишками Пришел Опять К этой же Стенке Если Тебе Что-то Непонятно Ты опять От нее Отлетишь И пойдешь Собирать Новый Опыт Сын Ошибок Трудных Чтобы Гений Парадокс Вдруг И Если Ты так Будешь Постоянно Об эту Стенку Биться Головой То Шишка Будет Как в Анекдоте Большая И Очень Очень Большой Будет У тебя Груз Тяжелая Такая Нагрузка Полноценная Из Шишек Пендалей Проблем И прочего Прочего В том числе И болезней Но Урок Тебе Все Равно Необходимо Будет Пройти Или Уйти Из Этой Жизни Вообще Для Того Чтобы Было Полное Изменение И Разбор Ошибок Уже На Другом Уровне На Других Планах Если Уж Ты Применил Школьное Направление То Я думаю Такой Пример Будет Вполне Пригоден Когда Человек Приходит В школу Это Его Судьба Пройти Школу Это Судьба Понятно Первый Второй Третий И так далее Классы Он должен Пройти Но В судьбе Не сказано Что он Должен Например Два года Быть в первом Классе Или два года Быть в третьем Классе Там просто Заложена Программа Пройти Вот отсюда Вон туда А вот Рок Уже Предусматривает Ты обязательно Должен пройти Первый Класс Прежде чем Попойдешь Во второй Класс Судьба Тебя может Награждать Друзьями Врагами Знакомыми Близкими Учителями Если тебе Необходимо Пройти Твой Рок То есть Жизнь Очень интересная Штука Есть то Что невозможно Обойти А есть То что Как факультатив Вот тебе Рекомендуется Прочесть На летних Каникулах Вот это Вот это Вот это А ты Можешь Или прочесть Или не прочесть А можешь прочесть Да еще Взять С большей С большей Нагрузкой Что-то еще Взять На себя Вот это Есть Судьба А уж Как ты Больше Судьбой Распоряжаться Уж Извини Это Дело Лично Каждого Думаю Такой Пример Вполне Понятен Будет Благодарю И еще Знаешь Что получилось Вчера Вечером У меня Какой образ Пришел По поводу Вот это Рока Судьбы Что Получается С примером В школу То есть Ты вот Пришел В школу И тебе Есть возможность Научиться Писать Читать Изучить Какие-то Иностранные Языки То есть Тебе Это выдается Это как бы Как рок А дальше Получается Как Ты Сам По взаимодействию Что ты оттуда Какой опыт Взял Исходя из этого При Следующей ситуации Которая тебе Положена Пороку Она может Пройти По более Щадящему Варианту Или Наиболее Трудному Ну вот И мне такой Образ был Что например Тебе надо Получить Какую-то Травму Например Ноги И это Может быть Просто Там Ушиб Синяк Перелом Там Тебе Переедет Там Отпилят Эту Конечность Или Так Что Ты вообще На перевоплощение Пойдешь А например Перед тем Как эта ситуация Произошла У тебя Как вот В сказках У нас Пишет Стоит камень И на нем Написано Пойдешь Пойдешь Прямо Получишь Топ Пойдешь Там Налево Се Можешь Никуда Не ходить Прямо Тут Получишь Как это Есть В анекдоте Но если Ты не умеешь Читать То ты Соответственно Можешь Выбрать Вариант Который Ну Тебе Покажется Самым Плохим А если Ты перед Этим Подготовился То ты Пройдешь Этот Урок Этот Рок Но По Как сказать Наименьшему Для себя С наименьшим Вредом Ситуация Вот Как ты По этому Походу Наш Все правильно Ты говоришь Давай тогда Еще уточню Чтобы Вообще Все стало На свои места Судьба То что Дается Свыше От богов Ты был В общем-то В направильном Направлении Когда говорил От богов Дано Суждено Вот Кому Суждено Утонуть Тот не сгорит Есть такая Поговорка То есть У него Заложены Пункты Назначения Но Путь К этим Пунктам Назначения В судьбе Может быть Разный А вот Рок Это то Что ты Этот пункт Не можешь Пройти Вот Например У тебя Есть 10 Пунктов По Року Ты В них Все равно Попадешь В любом Случае Программа Роком Она Предусмотрена Вот Ты Все равно Сюда Попадешь Но Судьба Она Не столь Жестока Не столь Прямолинейна Судьба Может Извиваться Но она Все равно Тебя приведет К этому Уроку Потому что Без Рока Без Вот этого Урока Дальше Двигаться Невозможно То То Судьба Судьба Все равно Тебя Приведет В пункт Назначения Куда Ты Должен Прийти Только Дорога Судьбы Вот этот Камень Который Ты Привел Дороги Судьбы Они Отражены Так Ты можешь К этому Року Через Лево Пройти Коня Потерять Через Право Пойти Женатому Быть Или Прямо Пройти Убитому Быть Выбирай Вот Эти Камни Они стоят В которые Необходимо Тебе Попасть Точки Рока Это Твой Рок То Есть Вот Данные У тебя 10 Роков 10 Уроков В этой Судьбе Ты Их Не сможешь Обойти Никак Но В зависимости От того Как Ты Готовился К этому Каждому Уроку Каждой Сдаче Экзамена Исходя Из того Насколько Твоя Сообразиловка И чуйка Взращена Ты Можешь Биться Головой Об стену И этот Рок Этот Вот Пункт Проходить Пробивая Стену Лбом Либо Ты можешь Руками Разбирать Либо Можешь Разобрать При помощи Других Людей А можешь Просто Рядышком Найти Дверку Через Которую Выйти Через Стену Ты Прошел Но В первом Случа Ты голову Себе Долго Разбивал Потом Ты Долго Долго Стену Разбирал И Мозоли На руках Заработал Или В третьем Случае Ты с кем-то Взаимосвязывал Связь держал Чтобы Они Разбирали И ты Показывал Что Разбирать Либо Ты Просто Ни с кем Не связываясь Понял Что Здесь Есть Рядышком Дверка И ты Через Нее Прошел Рок Пройден Судьба Сложилась Все Правильно Все Верно Но Пройти Рок Можно По Разному Вот Судьба Дает Возможности Прохода Рок Дает Установку Что В этом Месте Надо Это Сделать А вот Как Ты Это Уже Сделаешь При Помощи Пендалей При Помощи Мозгов При Помощи Высшего Я То есть Божественного Начала Ты Это Все Будешь Осознавать При Помощи Друзей Близких Или Врагов Это Уже Другой Разговор Вот Что Тебе Необходимо По Судьбе Получить Что Необходимо Тебе В Рок В Этом Пройти То Ты И Получишь Поэтому У каждого Свой Рок Уникален Судьба Уникальна И Не Надо Никогда Смотреть На Другого А как У него Было Ой А тебе Больно Было Когда тебе Прививку Делали Как Это В Мультике Да Раз И Все Одному Раз И Все А другому Не Сложилось Не Туда Игла Пошла И Он Визжит Там Кричит Бегает И Вся Больница С ума Сходит Так Что У каждого Свой Рок Своя Судьба Изменить Судьбе Можно Только Какие Направления Движения Она Податлива В этом Отношении Потому Что Тебе Необходимо С кем Может Быть Стретиться Дополнительно Что То Получить Дополнительно Если Ты Не Готов Пройти Рок А вот Рок Это Жесткая Точка Которую Тебе Необходимо Преодолеть Пройти Для того Чтобы Судьба Сложилась Поэтому Часто Говорят Злой Рок И Судьба Стучится В дверь Помни Там Та-да-да-дам У Бетховена Можно Конечно И так Воспринимать Но Это Очень Простой Подход Очень Упрощенный Который Взросшен Цивилизацией Например Есть Учение Где вообще Якобы Ничего Нельзя Изменить Это Учение Очень Хорошо Подходит Для Хозяев И Рабов Хозяин Говорит Ничего Изменить Нельзя Если Ты Раб Ты Будешь Раб До Конца Жизни А Ведический Подход Славяно-русов Он Говорит О другом Это Всего Лишь Урок Это Всего Лишь Твой Рок И Если Ты Его Проходишь То В этом Случа Судьба Подстраивается Ведет Тебя К Следующему Уроку Року Который Уже Может Быть Не Обязательно В Программе Первого Класса То есть Ты Уже Там Рабом Можешь И Не Быть Может Тебя Сразу Царем Назначил Игра Такая На Золотом Крыльце Сидели И так Далее Вот Здесь Ты Был Рабом Тут Ты Был Сыщиком Там Ты Был Ворон Тут Ты Ничего В этой Жизни Плохого Нет В этой Жизни Все Настроено Только Так Как Это Надо Человеку Для Прохождения Его Пути Для Получения Знаний Которые Нужны Ему В этой Жизни Для Того Чтобы Дальше Двигаться В следующих Жизнях И Не Только Здесь На Этой Земле Но И На Других Землях В Других Измерениях Приближаясь К уровню Бога Всевышнего Из которого Все вышло И куда Все должно Вернуться Вот это Очень важно А если Мы Себя Ставим В Какие-то Рамки То Мы Добровольно Себя Ограничиваем Если Мы Себя Ограничиваем Мы Тогда Уходим От Бога Потому Что У Богов Нет Границ Вот это Надо Понять Ограничивает Только То Что Связано С Физикой Вот Кто Физикой Владеет Тот Вами Управляет Тот Вас И Ограничивает Задайте Себе Вопрос Кто Управляет Физикой Как-то В одной Из Передач Наверное Мы Об этом Поговорим А может Быть Уже Поговорили Я Сейчас Уже Столько Не Помню Столько Всего Было Всего И Не Припомню Ну Вот Как-то Так Благодарю Богам Нашим Светлым Предкам Нашим Славным И Тебе Алексей За Пояснение Благодарю Тебе Михаил За то Что Ты Поднял Этот Вопрос Я Думаю Что В наших Передачах Дальнейших Мы Будем Расставлять Точки Над И Давать Какие-то Определения Которые Будут Помогать Людям Выходить Из Состояния Равского Подчинения И Становиться Хозяевами Своей Жизни Желаю Всем Добра С вами Был Народное Славянское Радио Алексей Орлов Михаил Ять До новых Встреч Друзья Мои Увидимся И услышимся Быть Добру